Рукья танкасим и ла кисмейн Что касается рукья, заговора, то он бывает двух видов Шария и ширкия Тот, который законит шариатом, и тот, в котором есть широк Та рукья, тот заговор, в который соответствует шариату, в нем должно быть три условия Первое условие, чтобы эта рукья была из Курана Как допустим, человек читает на больного фатиху Или же читает что-то из сунны, как вот эти слова, которые прочитал шейх Или путем упоминания имен Всевышнего Аллаха То есть обращающихся к Всевышнему Аллаху о живое и самодостаточное, вылечии и так далее Это первое условие То есть чтобы рукья была из Курана, из Сунны или именами и атрибутами Аллаха Второе условие Второе условие, чтобы тот человек, который читает рукью, должен читать его громко, чтобы было слышно, понятно, известен смысл слов, которые он читает Мы должны понимать то, что он читает, допустим, он читает Суру Фатиха, для нас же она понятна Потому что, может быть, он говорит, что-то болтает, и мы не понимаем, что он говорит Либо мы ему говорим, либо мы должны понять, то есть слышать то, что мы понимаем, либо мы тебе скажем, что ты колдон И не бывает рукья на каком-то языке, кроме как на арабском языке Не бывает рукья на русском языке Третье условие Мы должны быть убеждены в том, что рукья – это всего лишь причина для лечения На самом же деле пользу и вред приносит только Всевышний Аллах Если не будет соблюдено одно из трех условий в рукье, то рукья перестает быть шария, шариатский становится запретной той, в которой есть шария